Сегодня в нашей программе. Первый и не только в республике. Мы посетим Гомельский учебно-практический центр по энергосбережению, аналогов которому нет нигде. Когда речь идет об экономии и бережливости, Гомель упоминается в числе первых. Гомельская область пятый год подряд держит первенство по выполнению показателей по энергосбережению. Одним из брендов области называют учебно-практический центр, который находится в здании областного лицея и является демонстрационным объектом энергосберегающих технологий. С помощью QR-кода можно узнать содержание работы учебно-практического центра. Здесь мы видим логотип учебно-практического центра. Гомель обозначен красной точкой, но это совсем не случайно, потому что учебно-практический центр – это единственное образовательное пространство, которое способствует инновационному мышлению, а также культуре энергопотребления. История учебно-практического центра начинается в 2008 году с создания музея энергосбережения в областном управлении образования. Тогда это событие без преувеличения можно было назвать сенсацией. Гомельчане первыми систематизировали большое количество информации об истории развития источников света, энергетики. Музей создавался по крупицам при участии всех желающих и Гомельского областного центра технического творчества детей и молодежи, который координирует его работу и является центром по формированию культуры рационального потребления энергоресурсов. В музее энергосбережения я ребятам задаю вопрос, а что было первым искусственным источником света? Большинство отвечают правильно – огонь. Но когда я им называю такие цифры, как, например, человечеству понадобилось 10 тысяч лет, чтобы пройти путь от факела до свечи, то они задумываются над тем, как много времени понадобилось человеку для того, чтобы пройти этот путь и дальше развивать источники света. Керосиновая лампа, фонарь бакенщика из Припятского полесья, электролампочка. Сегодня в музее более 200 экспонатов, и каждый из них по-своему дорог. Например, подсвечник Ирины Паскевич, который она подарила своей горничной. Или макет усадьбы видного российского деятеля XIX века Николая Герарда в Демьянках, где впервые была применена система безопасного газового центрального отопления. Модернизация лестничной клетки – это первый экспонат, который появился в нашем музее. Его создали ребята, которые занимались в кружке радиоконструирования областного центра технического творчества. Это не единственная работа, которая находится в музее. Это не единственный экспонат этого центра, потому что именно дети, которые занимаются техническим творчеством, они сразу откликнулись на эту тему. Некоторые экспонаты мы демонстрировали даже ребятам из Чехии, Словакии, Польши, которые были удивлены, что дети могут заниматься таким техническим творчеством, настолько глубоко вникают в тему энергосбережения. Те работы, которые делали дети еще 10 лет назад в этот музей, они сейчас уже совершенно реализованы в нашей нынешней жизни. То, что нам казалось раньше, что нужно делать, это касалось освещения, правильно освещения лестничных пролетов в домах или освещения уличного освещения. Все это сейчас нынче реализовано. Раньше для нас это были какие-то проекты, которые мы представляли как фантастические проекты. Кстати, все помещения нашего центра оборудованы датчиками на движение, для того, чтобы экономно использовать электроэнергию. Сегодня у юных Кулибиных на подходе очередной подарок музею. Это действующий макет современного видения системы энергосбережения, которая предполагает грамотное распределение зеленой энергии в небольшом населенном пункте. Ребятам важна эта тема, потому что все, что связано с электроникой, оно всегда должно быть связано с энергосбережением. Потому что и дети должны это осознавать. Энергия для нас важна. И все, что связано с выработкой этой энергии и ее тратой, это то, что составляет нашу жизнь и качество нашей жизни. Если мы будем потреблять больше, чем будем получать, у нас качество жизни будет не уличиться, а снижаться. Поэтому эти важные вопросы мы всегда рассматриваем на наших занятиях по деконструированию. В истории музея было три новоселья. Он постоянно развивался и нуждался в дополнительных площадках. Большой поддержкой инициативы была высокая оценка Миссии Всемирного банка и Департамента по энергоэффективности. В результате музей получил прописку в Гомельском областном лицее по улице Жарковского. А на республиканском семинаре, который проходил в Гомеле в 2016 году, состоялась торжественная презентация принципиально нового уникального учебно-практического центра по энергосбережению. Кроме того, здесь успешно работает солнечная электростанция, рекуператор тепловой энергии. А вот результаты этих внедренных технологий демонстрируются с помощью программно-технического комплекса «Энергодозор» в режиме реального времени. Это показатель внедрения элементов цифровизации в системы теплообеспечения. Это мегатренд современного мира. Фотоэлектрическая станция и другие энергосберегающие технологии позволили удешевить коммунальные расходы на 36%. И это, по мнению педагогов, не просто коммерческий, а мировоззренческий проект, который формирует привычку экономить. Мы поднимаемся по эко-лестнице. На каждом пролете лестницы находятся ключевые слова нашей темы. Первое – экология и парниковый эффект. Следующая пара слов – экономия и экономика. Далее – энергосбережение и энергоэффективность. А если подниматься выше, там будут обозначены слова «альтернативная энергия и устойчивое развитие». Таким образом, движение вверх – это движение к цели устойчивого развития, не допуская парникового эффекта через энергосберегающие технологии и зеленую энергетику. Учебно-практический центр набирает популярность. За пять лет его существования – это более 25 тысяч посетителей из разных регионов нашей страны. Любой желающий может почерпнуть что-то новое для себя. Как, например, студенты Белгута, которые осваивают совершенно новую специальность «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент». Я выбрала эту специальность, потому что для меня кажется, что энергосбережение – это достаточно важная отрасль в Беларуси, в том числе, в странах других. Не только энергосбережение, но и энергоэффективность. Это разные вещи, их нужно различать. Это как, например, выключить лампочку – это энергосбережение, а поставить лампочку, которая будет светить так же, как и предыдущая – это уже энергоэффективность. Эта тема особенно касается не только специалистов этой сферы, но и каждого человека. Я впервые нахожусь в этом музее, который создан в Гомельском областном лицее. И я рад, что он находится именно здесь, потому что здесь учатся дети 10-й и 11-й класса, которые могут в любое время, в любой момент сюда прийти и посмотреть какие-то интересные вещи касательно энергетики. Дети учатся осознавать и понимать, что это очень важная отрасль в нашей стране, которую мы должны им персонально использовать. Сюда приводим студентов, которые смотрят, как развивалась история энергетики, энергосбережения, энергоресурсосбережения. Что наглядно им позволяет увидеть тенденцию «было-стало». Мы даже были, в том числе и я, удивлен, что еще в 18 веке уже выходили царские приказы о экономии керосина и так далее. То есть это все говорит о том, что злободневность энергосбережения, она всегда была. И мы со студентами, приходя сюда, в очередной раз убеждаемся, что время не стоит на месте, развиваются технологии, надо идти в ногу с ними и, соответственно, экономить энергию. Концепция создания действующей модели образовательного пространства не имеет аналогов, как и дизайн-проект. Это авторская работа руководителя и создателя учебного центра Татьяны Федоровны Отруховой. Кстати, совсем недавно на 19-й Республиканской выставке научно-методической литературы ее идея «Образовательный модуль-воркшоп «Энергия будущего»» была отмечена дипломом второй степени. В процессе работы стало понятно, что теория не может быть навыками, не может быть устойчивыми знаниями, которые могли превратиться и в привычку экономить. Поэтому в нашей системе в тесной связи находятся теория и практика. Значит, ну и разработан такой образовательный модуль, соответствующий, как я уже сказала, воркшоп «Энергия будущего», который предназначен для студентов, для педагогов, для инженеров, для учащихся. Любой пришедший на этот воркшоп может проявить самостоятельность, инициативность и личную заинтересованность процессом обучения. Здесь же приобретаются и навыки домашней экономии. Становится понятным, почему при выборе электролампочки нужно учитывать цветопередачу. А режим ожидания – это тоже деньги. Здесь очень детально показано, как развивалась энергетика, как человек от примитивного факела дошел до замечательных светодиодов, которые в 10 раз эффективнее лампы накаливания. То есть, смотрите, КПД лампы накаливания – 1%, то есть это очень мало. То есть, по факту, мы тратим 100 Вт электричества, чтобы получить 1 Вт энергии этого света. А у светодиодов КПД 10%, то есть в 10 раз эффективнее. И это позволяет экономить ресурсы. Довольно-таки интересно послушать, узнать что-то новое для себя. Допустим, что-то отметить, чтобы в дальнейшем самому разработать это для улучшения качества жизни и экономии. Энергомарафон – также неотъемлемая часть воркшопа. Это способ жить лучше в школе и дома за счет энергосберегающих мероприятий. Приоритет финансирования победителям. Кстати, лидеры нашей области за последние 3 года заработали более миллиона рублей. В предыдущем конкурсе энергомарафон – 260 тысяч рублей. Среди неоднократных победителей и учащиеся Гомельского профессионального технологического лицея. Ежегодно наши учащиеся приходят сюда на экскурсию, смотрят какие-то технические новшества, знакомятся с новым оборудованием. Наш лицей ежегодно участвует в конкурсах. Вся эта тематика нас вдохновляет на ежегодное участие. В 2018 году наш лицей занял призовое место. Был выделен грант на 45 тысяч белорусских рублей. Благодаря этим средствам наш лицей заменил все окна энергосберегающие. В этом году мы тоже участвовали в конкурсе «Энергомарафон». Заняли второе призовое место в республиканском этапе с экспонатом устройства на основе элементов пелетье, которое позволяет конвертировать тепловую энергию отопительной батареи в электрическую энергию. Все наработки, опыт учащихся и педагогов, методические пособия, дневники бережливости и домашний практикум победителей конкурсов «Энергомарафон» коллекционируются в экспозициях учебно-практического центра. Как и многочисленные заслуженные награды. О положительном опыте инновационной площадки в белорусском городе Гомеле известно далеко за пределами республики. В Чехии, России, Словакии, Арабских Эмиратах, везде, где выступали наши гомельчане. Но никто не собирается почивать на лаврах, ведь энергия, как и огонь и свет, завораживает. А образовательная среда, по мнению ее создателей, должна находиться в постоянном развитии. Не только для того, чтобы остаться визитной карточкой Гомельщины, но и сильным брендом всей Беларуси.